Пацаны, всем привет! На связи Юра Лассерда. Сегодня мы с вами разберем такую тему, как максимально быстро и эффективно забыть свою бывшую девушку. Коли уж ты смотришь этот видос, скорее всего, ты недавно расстался со своей девушкой, и 100% ты о ней постоянно вспоминаешь, ты о ней думаешь, ты скучаешь по ней, думаешь, как было бы неплохо вернуть все обратно, но хочешь ее забыть. Вы же все-таки расстались, правильно? Значит, что-то пошло не так. Вот, мужик, и, к сожалению, я самый рабочий, и даже, пожалуй, единственный рабочий вариант, как забыть свою бывшую девушку, это начать знакомиться с другими девчонками и начать общаться, ходить на свидание с другими девчонками. То есть, как говорится, клин-клином вышибает, да? Вот, я понимаю, что для многих парней это сложно, я понимаю, что для многих парней это стресс, познакомиться с какой-то новой девчонкой, пригласить ее на свидание, но, чувак, к сожалению, другого пути нету. То есть, либо ты сидишь, грустишь, вспоминаешь постоянно свою бывшую, либо ты просто находишь новых девчонок и начинаешь общаться с ними, Все просто, да Сразу скажу, что у меня на канале есть куча видосов На тему того, как знакомиться с девчонками Как общаться с девчонками Как не бояться этого, да Так что, если интересно, переходи на канал Там реально куча видосов, куча годного контента Для тебя это будет 100% полезно Ну а сейчас я в двух словах расскажу С чего вообще стоит начать Самый простой вариант Как знакомиться с новыми девчонками И как сделать так, чтобы в твоей жизни было Куча девчонок, с которыми ты можешь провести свое время Значит, самый простой вариант Это, конечно же, соцсети Я не буду говорить про сайты знакомств Потому что на сайтах знакомств Лично по моему опыту достаточно сложно Находить себе нормальных девчонок Поэтому самый простой вариант Это соцсети Соцсети там ВКонтакте, Инстаграм Без разницы, что больше нравится Там ознакомься, да Что для этого нужно? Для этого нужно, конечно же, нормальную внешность То есть банальная причесочка Банально выбритое лицо Чтобы ты не был похож на отшельника Который два года уже не бреется, да Нормальные шмоточки Ну и, по сути, все В соцсети очень важно залить качественные фотографии Благо фотосет Ну, не знаю, в Москве стоит порядка 5000 рублей Ты можешь сделать хорошие себе фоточки В студии с профессиональным фотографом И, по сути, вот после всего этого Ты можешь писать девчонкам Хоть 20 девчонок в день, хоть в 30 Конечно же, чем больше, тем лучше, да Потому что, опять же, в соцсетях нужно брать количество Вот И, по сути, все То есть ты просто пишешь девчонкам Можешь писать все, что угодно Типа, хей, приветик, как дела? Можешь писать какую-то лютую дичь Как, например, у меня был знакомый Который писал девчонкам первая фраза Вообще пустой диалог Он пишет первую фразу Привет, я ведь похож на Олега И девчонки выиграли с этого Они классно общались И, в принципе, как-то развивалось дальше общение Вот То есть, по сути, это самый простой вариант Когда ты пишешь девчонке в соцсети Знакомишься, общаешься с ней по телефону Зовешь на свидание Ну, а, соответственно, дальше уже как пойдет Вот, это первое В принципе, даже если ты будешь знакомиться в соцсетях Этого будет уже достаточно Но если тебе этого мало Можешь тогда пойти на улицу Это, как знаешь, next level Типа, следующий уровень Уровень сложности Потому что, конечно же, это сложнее Знакомиться на улице Но, опять же, ничего удивительного Нормально одеваешься Делаешь нормальную причесочку И погнали Прям сразу выезжаем в какой-нибудь торговый центр Если лето на улице То можно взять какой-нибудь парк Ну, то есть, в принципе, где много народу Где много девчонок Видишь симпатичную девчонку Подходишь, говоришь Хей, приветик, как дела? Куда идешь? Какие планы? Приглашаешь сразу на свидание Ну, или договариваешься на следующий день на свидание То есть, опять же, у меня на канале Видос, где я подробно рассказываю, как это делать Переходи на канал, смотри Потому что это реально прям там В подробностях все это разобрал Тут чисто вкратце Вот Ну, и третий Самый последний, скажем так Уровень сложности Это знакомство в клубешниках Но смех смехом Этот вариант самый результативный Я понимаю, что многие боятся Идти в клубы Я понимаю, что многие думают Что в клубах только девочки Легкого поведения На самом деле, чувак, нет Если ты ни разу не ходил в клубы Стоит попробовать хоть раз в жизни Почему? Потому что в клубах Атмосфера совершенно другая То есть, ты можешь банально Там, залететь на танцпол Потанцевать с какой-нибудь девочкой Сразу на танцполе начать с ней целоваться Вот, потом, возможно, увезти ее домой Заняться с ней дома сексом И, поверь мне, чувак Если ты так будешь делать То ты вряд ли уже будешь вспоминать Про свою бывшую девушку Потому что тебе будет уже точно не до этого Вот, ребята, это вкратце То есть, самый рабочий вариант Соцсети, знакомство на улице И, конечно же, клубешник Даже без клубешников В принципе, чуваки Я не вижу смысла дальше обсасывать эту тематику Потому что это работает вот так вот То есть, нет, знаешь, какой-то волшебной таблетки Что ты ее захавал И все, забыл свою бывшую девушку Нет, в любом случае нужно напрягаться В любом случае нужно выходить из зоны комфорта И, как бы ты ни хотел по-другому По-другому это не сработает Вот, ребята Еще раз повторюсь У меня на канале куча видосов на эту тему Переходим, смотрим Ну, а я с вами на этом прощаюсь С вас лайки, комменты, подписки Все в таком духе Вот Так что на связи был Юра Лассерда Всех обнял Всем удачи Пока